Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 17 апреля. В европейских странах еще продолжаются пасхальные праздники, поэтому европейские индексы на текущий момент пока не торгуются, работа по ним возобновится завтра. Но уже валютный рынок также продолжает свою работу в прежнем режиме и открылись сырьевые активы. Поэтому давайте, как всегда, начнем с пары евро-доллар и посмотрим, что у нас происходит на текущий момент. По паре евро-доллар продолжается восходящий краткосрочный импульс, краткосрочное движение. Ближайший коррекционный уровень, который на текущий момент мы можем отметить, находится на минимуме 12 апреля в области 1.0588. Именно уход ниже данного значения, отменяет сценарий на укрепление евро и говорит о продолжении исходящего движения по паре евро-доллар. Пока на текущий момент мы остаемся выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в силе. И ближайшая цель на несколько ближайших дней – это обновление максимума в область 1.0674 и дальнейшее движение уже в область 1.08. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить, находится на минимуме 1.2479. Это минимум, который был также зафиксирован 12 апреля. И ближайшая цель по данному движению находится в области 1.2572. Краткосрочный уровень и ближайший минимум, который был отмечен в пятницу – это значение в области 1.2499. Но на текущий момент одним из важных уровней, как я уже отметил ранее, остается поддержка в области минимума 12 апреля. Пара австралийский доллар и американский доллар после обновления максимума, который мы увидели 12 апреля, продолжает также свое восходящее движение. Торгуется уже сегодня с открытия вблизи максимума, в котором были на 13 апреля. И на текущий момент ближайшая цель – это закрепиться выше отметки 0.7593 и уйти дальше в область 76.77. Ближайший разворотный уровень по данному активу, по данной паре, мы можем отметить на минимуме, который был нам показан в пятницу в области 75.57. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. В пятницу подошли к сопротивлению в области 1.3337. Обновить этот максимум, закрепиться за ним пара не смогла, поэтому сегодня с утра мы видим продолжение нисходящего движения. Поэтому, если говорить о разворотном уровне, то он все еще также находится в области 1.3339. Пока пара торгуется ниже, остается основной сценарий на ослабление американского доллара по отношению к канадскому доллару. Ближайшая цель по данному движению – это обновить минимум в области 1.3225, минимум, который был зафиксирован 13 апреля. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. Ближайший коррекционный уровень на текущий момент по данной паре мы можем переместить на максимум пятницы в область 109.22. Пока мы торгуемся ниже данного значения, пока не увидели обновление и закрепление за этим уровнем, тенденция на ослабление американского доллара также остается в приоритете по данной паре. По многочисленным просьбам в наш обзор будем включать инструменты, которые интересны, в первую очередь, для вас. И одна из таких пар – это еврофунт. Поэтому, если для вас интересны какие-то другие инструменты, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно их включим в наши ежедневные обзоры. Итак, по паре еврофунт отметим то, что сейчас идет консолидация на дневном таймфрейме. Его мы можем отследить из области 91.54, это верхняя граница. Нижняя граница проходит в области 83.24. На текущий момент мы торгуемся вблизи уровня поддержки. Поэтому вблизи данного уровня мы можем получить сигнал на продолжение восходящего движения в область 86. Соответственно, если мы посмотрим более мелкий таймфрейм, часовой таймфрейм, то здесь необходимо отслеживать разворотный уровень. Ближайший разворотный уровень по данной паре находится в области 84.93. Именно обновление данного максимума даст предпосылки на дальнейший рост по паре евро-британский фунт. По индексу DAX, с прошлой недели здесь ничего не поменялось. На текущий момент индекс закрыт для торговли. Торговля по нему возобновится завтра. Но напомню, что на текущий момент по индексу DAX также продолжаются нисходящее движение. И ближайший разворотный уровень, который мы можем отметить, находится на максимуме, который был 12 апреля в области 12.244. Золото сегодня с утра открылись выше закрытия. Дошли до отметки 1295 долларов за тройскую унцию. И с открытия несколько корректируемся. Но ближайший коррекционный уровень, который сейчас мы можем отметить, находится в области 1281 долларов за тройскую унцию. Это меню, который был зафиксирован 13 апреля. Пока, соответственно, мы торгуемся выше данного значения, то тенденция и в среднесрочной, и в краткосрочной перспективе остается на укреплении данного актива. По нефти марки Brent сегодня с утра мы видим уже торговлю ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу. Поэтому на текущий момент мы можем говорить о попытках начала коррекционного движения по нефти. Фактически того, что не было уже более двух недель. И после закрепления ниже отметки 5536 мы можем видеть начало коррекционного движения по нефти марки Brent. Поэтому на текущий момент, если говорить о покупках по данной паре, на мой взгляд, здесь нужно взять паузу до тех пор, пока не возобновим свое движение в сторону укрепления нефти. А это произойдет в том случае, когда пара, когда, прошу прощения, нефть обновит максимум в области 5598. Ну и индекс доллара продолжает также свое нисходящее движение, которое началось на прошлой неделе. Ближайший коррекционный уровень находится в области 100.76. А пока мы торгуемся также ниже данного значения, тенденция на ослабление по данному инструменту остается также в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напомню, что сегодня в 19.30 состоится вебинар, на котором мы каждый из инструментов разберем более подробно. Поэтому всех на него приглашаю. Зарегистрироваться вы можете по ссылке под видео. Также оставляйте ваши комментарии и увидимся на нашем обзоре, который будет уже завтра. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok